Добрый вечер, уважаемые друзья! Я сейчас провожу третий эфир, и такое количество связано с тем, что намечена инаугурация завтра, 12 июня, такая спешка, еще мы не услышали четко итоги выборов, официально ЦИК должен был объявить детально, но видимо уже к вечеру что-то сообщат подробно, еще позже. Но тем не менее, завтра состоится инаугурация Хасмушимар Тухаева. Я утром уже, когда выступал в первом эфире, объявил и заявил, что наш народ не согласен с итогами выборов. И собственно сама инаугурация, ее поспешность показывает, что Назарбаев спешно хочет ее провести, не дожидаясь поздравлений от глав государств, других делегаций. Он ее проводит, инаугурация завтра утром в 10.30 по Астане, и будут только, что называются, свои, те свои, которые вместе слепили эти фальшивые итоги выборов. Что мы должны делать? Мы объявляем завтра в 18 часов общенациональный протест по всей стране. Сегодня в течение дня я выступал по Алматы и подробно описал по каким улицам и куда мы двигаемся. Сейчас я хочу остановиться на Астане. Все другие города мы будем обсуждать через полчаса в чате активист ДВК, в Телеграм. Поэтому сейчас речь пойдет только об Астане. Сначала о политических требованиях. Уважаемые друзья, в нашей стране большое количество политических заключенных. Мухтар Джакшев, мой близкий друг, который построил ведущую урановую компанию мира. Уже более 10 лет находится в тюрьме, потерял здоровье. Получил третью группу инвалидности совсем недавно. С трудом передвигается. Это дело рук Нурсултана Назарбаева и его подручных. Это так режим благодарит тех, кто поднимает на высочайший уровень нашу страну, нашу отрасль. Это единственная отрасль там, где Казахстан занимает лидирующую позицию в мире. Притом, эта отрасль была тяжелейшая ситуация, когда пришел руководить Казахстан Промом Мухтар Джакшев. Это в урановом рынке в мире его называют урановый гуру, урановый гений. И таких, к сожалению, граждан, которые сумели достичь таких высот, мало. Их почти нет. При этом режиме их почти нет. Макс Бакаев – это тот человек, который организовывал митинги протеста против передачи продажи наших земель в Китае в 2016 году. И он уже три года находится в тюрьме. Арон Атабек – это защитник бездомных или тех, кто построил свои дома в микрорайоне Шанрак, которые власти сносили руками мэра Имманголита Смагомбетова и сносили руками двух тысяч полицейских, которые просто громили этот поселок на тот момент в микрорайоне Шанрак. У нас есть другие политические заключенные, которых объявили и обвинили, что они поддерживают демократический выбор Казахстана. Это Асет Абишев, это Аблавас Жумаев и другие тоже пострадавшие именно как политическое преследование. И таких преследуемых со стороны власти много. Поэтому мы говорим и требуем, чтобы эта власть освободила политических заключенных. Второе. На этих акциях протеста 9-10 июня участвовало тысячи протестующих. Сегодня из недр самой власти прозвучало, что количество задержанных было более пяти тысяч. Хотя до этого звучало тысячи, пятьсот, семьсот человек и так далее. И мы требуем, чтобы власть отпустила их, не сажала ни на пять, ни на десять суток, ни на сколько. Если Хасунжамарт Тухаев хочет хоть как-то оправдаться, хоть как-то показать, что он способен на маленькие самостоятельные действия, то я считаю, что он должен немедленно свои первые указы посвятить именно тому, чтобы отпустить политических заключенных из тюрем, немедленно освободить всех тех, кто попали под репрессии 9-10 июня. Это наши требования. Второе. Мы говорим нет, несправедливым выбором. Мы говорим, Тухаев не наш президент. Мы требуем провести честные и свободные выборы. Мы требуем, чтобы в законодательство страны были внесены такие статьи, такие нормы, которые позволяли бы участвовать в этих выборах любому гражданину страны, а не только тому, кто 5 лет проработал на государственной службе, что является прямым нарушением закона, что все граждане равны перед законом. У нас получается, что перед законом только государственные служащие имеют более высокие права, но и, собственно, мы это в жизни наблюдаем. Поэтому мы будем требовать, чтобы эти выборы были отменены. Мы говорим, что Тухаев не наш президент. И вообще, когда мы говорим о наших политических требованиях, мы понимаем, что Шал 30 лет управлял нашей страной, за 30 лет довел страну до кризиса, отбросил ее на десятилетия назад у нас, при том всем, что богатая страна, граждане ее, этой страны являются бедными. И Хасмушмар Токаев собирается продолжать этот курс, который Назарбаев 30 лет декларировал и делал. Токаев прямо сказал, что он продолжатель курса Нурсултана Назарбаева. Поэтому, конечно же, я знаю, вчера ночью в Алматы тысячи людей вышли на улицы. Вышли на улицы и блокировали ряд крупных магистралей. Автомобили ехали с клаксонами, звучали автомобильные гудки. Тысячи людей шли пешком, сопровождая эти автомобили. И вчера Алматы практически не спал. В этой связи, в связи с тем, что к нам поступило предложение от наших сторонников организовать такие акции по всей стране, мы обращаемся к нашим сторонникам и призываем провести такую же акцию завтра. Выразить свой протест, что у нас выборы несправедливые, и Токаев не наш президент. Итак, мы требуем освободить политических заключенных. Мы требуем освободить всех задержанных, которые попали в тюрьму на 5 и более суток. Мы требуем провести свободные выборы. Мы говорим, что Токаев не наш президент, и мы говорим «Шалкет». Теперь я хотел бы озвучить те маршруты, которые мы будем реализовывать в Астане. Итак, общий принцип проведения этого митинга-шествия в Алматы, в Астане и в других городах, он простой митинг-шествия. Ровно в 18.00 или в 6 часов вечера автомобилист начинает давать протяжные сигналы и замедлять скорость своего движения. Второе. В Астане все направляются в единое место. Сбор около Байтирек. Монумент Байтирек. Третье. Все, кто находится в радиусе 5-7 километров от места сбора, монумент Байтирек, выезжают на медленные скорости и сопровождают свое движение медленным сигналом. Четвертое. Теперь где собирается основная группа митингующих, протестующих? Основная группа собирается по проспекту Республика, угол улицы Кенесары. Еще раз. Проспект Республика, угол улицы Кенесары. И оттуда выдвигается шествие в сторону Байтирека. Итак, получается, что маршрут следующий. Проспект Республики, проспект Кабабай-Батыра, улица Кунаева, монумент Байтирек. Я еще раз повторяю. Маршрут шествия, проспект Республики, проспект Кабабай-Батыра, улица Кунаева, монумент Байтирек. Участники шествия могут поддержать автомобилистов и смешаться с транспортом, чтобы затруднить движение, то есть двигаться вместе с машинами. Я открыто говорю, что наша задача организовать шествия, блокировать улицы и таким образом привлечь внимание дополнительно всех тех, кто не согласен с назначением Хасанжимарта Тухаева президентом страны. То есть наша задача шествия, медленное движение транспорта, блокирование улиц. Параллельно с основным шествием, те, кто не успел присоединиться, могут направляться в сторону Байтирека самостоятельно, самостоятельно, по возможности объединившись различной группой. Два человека, три человека, пять человек, именно из разных мест. Собой необходимо иметь флаги или флажки Казахстана, и мы скандируем наши требования. Свободу политическим заключенным, свободу задержанным. Тахаев не наш президент, шалкет. Мы все должны помнить, что конечная цель всех наших митингов, акций протеста, любых наших действий, направлена на то, что мы добиваемся смены политического режима Нурсултана Назарбаева, который правит 30 лет нашей страной. Уважаемые мои подписчики, Инстаграм и других социальных сетей, я знаю, что сейчас вы мне пишете, присылаете видеоролики, аудиоролики, пишете разные сообщения. Я хочу сказать, что только в один Инстаграм мне в личку приходят свыше тысяч сообщений, не считая Facebook, YouTube и других социальных сетей. Я прошу меня извинить и понять, что сейчас такой очень активный период, и на этот период я фактически не успеваю и не в состоянии отвечать вам в личку. Поэтому я прошу вас все свои предложения, сообщения писать в чат активист ДВК или ко мне в личку в Телеграм, именно в Телеграм, который гарантирует вам конфиденциальность и у меня больше возможности отвечать именно в Телеграм, хотя тоже не так просто. Поэтому все те, кто хочет сформулировать предложение по организации протестов по другим регионам страны, я прошу писать в личку. Далее, что касается других городов. Другие города мы сейчас будем обсуждать в чате активист ДВК. Я приглашаю вас туда. Мы сегодня и завтра рано утром будем распространять плакаты, будем обозначать места, будем обозначать лозунги и требования. Поэтому, уважаемые друзья, я призываю вас объединиться, призываю вас не молчать. Нам достаточно в Астане собрать 30 тысяч человек, этот режим в Астане падет полностью. И мы не можем еще лет 30 ждать, когда ситуация изменится. Мы должны менять ситуацию сейчас. И мы можем. Обстановка политическая в стране созрела. Вы это прекрасно видите. Этот режим не справится с управлением страной. Дорога Назарбаева недавно заявила, что в бюджете большая дыра. Вы все прекрасно знаете, что все эти слухи о том, что будет девальвация, это не случайные слухи. Ситуация в стране очень сложная. И вы все эти прекрасно знаете, у вас низкая заработная плата, у вас нет работы, у вас нет тех самых социальных платежей, которые помогли бы вам решить какие-то проблемы, связанные с содержанием семьи. У вас проблемы в том, что ваши дети получают совершенно мизерные пособия. И единственный способ добиться перемен, единственный способ изменить вашу жизнь, это акции протеста, это митинги, это власть нам не оставила никаких возможностей вести переговоры, договариваться. 30 лет эта власть отбирала только наши права. 30 лет правящая верхушка во главе с Сан-Султаном Назарбаевым обогащалась, и уже никакой эволюции, никакого конструктива не может быть. Поэтому, друзья, я призываю вас завтра в 18.00 начат активные действия протеста вместе с нами. Вчера алматинцы показали, что мы можем объединяться, мы можем действовать. 9 июня мы показали всей стране, всему миру, что наш народ тоже такой же сильный народ, как армяне, грузины, украинцы, алжирцы, как другие, которые борются и боролись, победили свои диктаторские режимы. Мы тоже можем. Мы тоже можем. И 9 июня вы в этом убедились. Мы можем. Поэтому, уважаемые друзья, завтра в 18.00 наши действия начинаются протяжными гудками автомобилистов. Уважаемые автомобилисты, я прошу вас, я призываю вас поддержать этот протест, включиться в этот протест. У нас есть исторический шанс добиться перемен. Сейчас в нашей стране находятся представители ОБСЕ, другие наблюдатели, до сих пор находятся иностранные журналисты. У нас есть возможность показать всему миру, что мы можем изменить страну. Алга, Казахстан! Продолжение следует...